Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Стильный и красивый гардероб – мечта буквально каждого человека. Ведь гораздо проще жить, когда ты можешь хоть случайно выбрать вещи из шкафа, надеть их и быть готов к выходу, не сомневаясь, что выглядишь идеально. Но как же создается брендовая одежда? Меня зовут Роман Савосик, и сегодня в шоу с толком поговорим о том, как молодые дизайнеры выходят на огромный рынок брендов и какая работа за этим стоит. А помогут нам разобраться со всеми этими вопросами начинающие дизайнеры и создатели бренда «Баламут» – Люба Матузко и Глеб Пекарчик. Ребята, привет! 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 Ну, расскажите для начала в целом, как у вас дела? Готовы сегодня рассказать нам, поделиться всеми секретами и вообще своей историей, скажем так? Да, конечно. Очень ждали с нетерпением этой встречи, поэтому будем рассказывать о себе. Окей, это взаимно. Давайте тогда в целом начнем с того, почему вообще решили заняться таким делом, как дизайн одежды. Просто желание появилось еще в конце старших классов. Надо было выбирать место, где учиться. Собственно, выбор пал на наш институт современных знаний. Там мы познакомились с Любой на первом курсе, и у нас появилось желание создать в будущем свой бренд. Ну, мы разобщались, подружились, собственно. Появилось желание создать бренд. Как-то эта идея зародилась, но с самого начала получается. Да, изначально мы пришли в ВУЗ. Понимаю, что хотелось бы, конечно, набраться опыта для того, чтобы в будущем как-то себя проявить. Окей, а был ли там, не знаю, какой-нибудь, как это правильно называть, может, какой-то триггер, знаете, вот как вы, Глеб сказал, что еще в старшей школе, понял. Ну, может быть, ты там, не знаю, что-то увидел такое, и подумал, вау, хочу такое же делать. Да, я увидел, получается, любимый музыкальный исполнитель на тот момент группы Bring Me The Horizon. Узнал, что он, оказывается, занимается еще и дизайном одежды. Ну, как это было написано, по крайней мере. В действительности все немного оказалось сложнее, но изначально зародилась идея пойти в дизайн благодаря вот такому источнику вдохновения. А у тебя, Люба? Ну, у меня это все идет с детства, еще, наверное, журналы мамы, Космополитен и прочие. Я листала, понимала, что мне это безумно нравится, помогала наряжать всем подружкам кукол классно, потом там мам наряжать, подружек. Ну, в общем, все это как-то переросло, вот, и поняла, что хочу этим заниматься. То есть вы попал в дизайне прям сразу именно на одежду? Или вы думали там, не знаю, дизайн домов, дизайн просто? На самом деле, да, у нас был выбор, мы могли пойти на виртуальную среду, на пространственную, но я изначально шла с целью поступить только на дизайн одежды и никуда больше. Ну, я также, у нас была возможность выбрать по очереди, куда поступить. Получается, первым я выбрал дизайн одежды, ну, а в дальнейшем там виртуальная среда, но там такие баллы, что, конечно, шантов у меня было немного. То есть такая лестница приоритетов чуть ушла все-таки именно в дизайн одежды. Да, 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 конечно. Окей, тогда такой вопрос уже ближе к вашему бренду. Ну, в целом, вот стандартный пример, захожу я там, например, в Дану, и на каждом этаже, ну, тысячи разных магазинов, разных брендов, разных создателей. И вот вы когда видели, насколько в целом это огромная уже сфера, насколько она уже разработана, не боялись ли мысли, ну, в целом такое, что, ну, вряд ли, наверное. Наверное, если есть уже столько мировых, типа, очень крутых брендов, кто-то нас в целом может заметить. Таких мыслей не появлялось. Как-то уверены достаточно в себе были, наверное, в этом плане, потому что, ну, сколько людей, столько и мнений. И когда ты, допустим, если Данамол рассматриваешь, да, ну, торговые центры, естественно, торговые точки там таких массовых производств, там, Бершка, Зара и так далее, у нас немного другой даже курс, наверное, все-таки. Мы, наверное, ищем свою аудиторию целевую, вот, поэтому разнообразие все равно присутствует на рынке и иногда даже нехватка чего-то, поэтому будем стараться найти тех людей, которым будет близка наша эстетика. Да, еще для молодых дизайнеров, в принципе, существует много мест, где можно показать себя. Это и опен-шкаф, и конкурсы разные, в принципе. Возможности для развития есть, несмотря на то, что повсюду акулы дизайна одежды. Окей, а можете тогда рассказать, откуда вы в целом черпаете вдохновение вот для создания своих каких-то уникальных, оригинальных идей, вещей? Ну, если брать бренд или коллекцию, вот, которую мы делали для конкурса. Давайте с бренда начнем тогда. Ну, зародком бренда была, собственно, коллекция. Ладно, я, видимо, просто не понимаю. Нет, 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 все так просто. В дальнейшем источник вдохновения, он как бы ищется из того, чем ты увлекаешься, по сути. Это может быть то, что смотришь фильмы, сериалы, книги читаешь, ну, все что угодно. Какой-то образ найти не так тяжело. Мы опираемся на целевую аудиторию. То есть, получается, это подростки, скорее, как-то только. Да, наш институт нас хорошо натренировал в плане поиска источника, потому что были задания и разработать коллекцию, опираясь на какое-то растение, на исторические мотивы, на какую-то конструкцию в одежде. Это могло быть и какое-то социальное явление, и историческое, или просто даже фильм, книга, что-то, что цепляет. Эмоции, например. Ну, вообще, вот, когда до записи общались, такой интересный факт, я вловил в общении, что вот вдохновились еще аниме-мангой Берсерк. Да, да. Это вот такой просто единичный случай вдохновения аниме, либо же есть еще какие-то, не знаю, идолы, так назовем. Ну, это, наверное, больше ко мне. Мы как бы вместе интересуемся, наверное. Просто Глеб предложил, потому что вот он мне показал, как это ему нравится, мангу, вот, и мы увидели интересные образы, которые можно переосмыслить, опять же, не копировать. Самое главное, я считаю, что искусство должно рождаться из искусства, но не повторять его дословно. Мы решили какие-то образы взять, переосмыслить, формы, которые можно применить в одежде, в аксессуарах. Стилизация, короче. А вот, что касается вашей первой коллекции, вот уже, которая там скоро выходит, было ли у вас несколько идей, вот, как ее уловить, ну, скорее, тематических таких, как она будет выглядеть, что в ней будет интересного? Да. Ну, получается, образы для коллекции, которую мы будем выпускать уже в тираж, она и появилась, собственно, из коллекции, которую мы предоставляли еще на конкурс. Да, на конкурс «Мельница моды», вот, чтобы было понятно, о чем речь. Да, без проблем. Это наша дипломная коллекция, мы решили совместно впервые за всю историю кафедры, а наша кафедра больше 20 лет, что-то по 30, сделать коллаборацию. Двух дизайнеров, которые еще молодые, неопытные, но все-таки, вот, мы решили, опираясь на источник вдохновения, он был, в принципе, найден еще до зарождения самой коллекции, задолго. За год, да. Да, мне нравились идеи о том, чтобы анализировать детские страхи, какие-то кошмарики, которые нас в детстве пугали, сейчас они до сих пор остаются у многих в памяти. Я стала копаться в плане психологии, что это абсолютно естественный процесс становления психики ребенка, и мне очень интересно то, что все эти образы, они имеют сугубо фантазийную форму, то есть это просто вымышленное все, но которое очень отлично коммерциализировалось за все это время. То есть это различные мягкие игрушки, фильмы, книги, корпорации монстров, это отсылки там и к каких-то мифическим существам. Также у нас один из подысточников вдохновения были произведения Говарда Лавкрафта, его чудища, то есть все, что мы могли, соединяя западную и восточную культуру и примеры, как это можно соединить, искали какие-то тренды, веяния, чтобы это было актуально и носибельно. Потому что приходим к выводу, если, допустим, на первых курсах я хотела делать что-то культюрное, яркое, неносибельное, что-то искусство, то сейчас, мне кажется, гораздо прикольнее делать что-то носибельное, но крутое, запоминающееся, чтобы это было, ну, доступно. А, соколо-уличный стиль сейчас. Да, да. Ну что ж, хорошо, друзья. Я напоминаю, что у нас в студии начинающие дизайнеры Люба Матузко и Глеб Пикарчик. Запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiusfm.by. А чтобы первыми узнавать, кто еще придет к нам в эфир и задать интересующие вопросы гостям шоу с толком, подписывайтесь на группу проектов в социальной сети ВКонтакте. А пока предлагаю сделать небольшой перерыв и послушать стопроцентный хит на Radius FM. А продолжим всего через пару минут. Ты слушаешь шоу с толком на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. В студии Radius FM Роман Савосик и мы продолжаем обсуждать работу дизайнера одежды с начинающими дизайнерами Любой и Глебом. Что, ребята, давайте сейчас, может, перейдем ближе к вашему уже бренду. Не к вдохновению, а вот прям к тому, что вы собираетесь выпускать. Ваш бренд называется Баламут. Можно краткую или не краткую историю? Почему такое название? Они интересны. Ну, Баламут это, в принципе, поскольку у нас, опять же, целевая аудитория, на которую мы больше всего смотрим, чем вдохновляемся, это подростки. Ну и, собственно, Баламут это тот персонаж, который несет какое-то неспокойствие, ассоциация как будто бы с более молодой кровью такой. Но это не, это получается в положительном ключе, то есть такой весельчак почти. Человек, который хочет что-то поменять и чем-то отличается. В принципе, по словарю, да, это вот какой-то смутьян, его так еще можно назвать. Еще в культуре встречается советский фильм 80-х примерно годов. Баламут как раз-таки о студенте, который вел себя в каких-то местах, может, вызывающе, но это просто присуще этому возрасту, потому что прощупывается гра недозволенного и устанавливаются какие-то свои порядки, стержень, формируется характер. Поэтому Баламут это подросток, в первую очередь, яркий, положительный персонаж, который ищет себя. В принципе, слово какое звучит, как же драгоценный камень. Во многих языках это слово встречается, понятно, что мы разные как фонетики, то есть звучания, но в принципе, да, то есть такое понятие присуще нескольким даже языкам, не только нашим. А везде смысл один или правда? Да, да, смутьян тот, кто что-то вот приносит, неспокойствие, беспорядок, возможно. Ну, на данный момент ваш бренд находится на стадии запуска, правильно понимаю? Можете немножко обозначить вообще, что это значит, что вот конкретно сейчас происходит и вообще, когда что еще дальше произойдет, скорее вот так. Ну, я только что с командировки из Бреста, потому что ездила разбираться с производствами, ищем поставщиков тканей, производство, фурнитуру, как это сделать выгодно, доступно по ценам, чтобы и качество, и все нам устраивало, нравилось. Вот, поэтому мы ищем, соответственно, физическое воплощение нашей идеи, рассматриваем варианты юридические, как это все оформить, потому что мы, ну, не сталкивались еще с такими вещами, поэтому изучаем какие-то налоги, формы собственности, вот это все. Немножечко, как бы так, пребываем в некоторых раздумьях в этом плане, вот. Еще что мы? Мы пытаемся прощупывать соцсети, что нравится людям, что не нравится, как находить свою аудиторию, потому что это самое важное, как по мне, очень хочется создать комьюнити, которая будет понимать, о чем этот бренд. То есть не столько важно, сколько там будет подписчиков и лайков, сколько людей, которые напишут, вау, это так круто, я это хочу, ребята, вы супер. Вот, поэтому постим, где-то, возможно, ошибаемся, где-то у нас звук убирается в Инстаграме, мы очень бесимся, потому что мы его вырезали, мы так старались, но... В общем, прощупываем почву для того, чтобы становиться лучше, профессиональнее и уже таким настоящим брендом. Окей, а сколько вообще вещей у вас планируется в вашей первой коллекции? И какие они? Получается 8 вещей. Так. Брюки, парашюты, это почти наша фишка коллекции, если можно так сказать. Но с большим количеством карманов, которые не везде доступны, в принципе, то есть это и красиво, и функционально, и не так... Ну и для очень запасливого человека. Ну, это точно. Я уже даже сумочки маленькие ношу, потому что, в принципе, все и так влезает, все на себе. У нас даже было видео в Инстаграме, когда мы получали диплом, и нам выдавали файлы, ну и там диплом, вот эти справки все, и так получилось, что у меня была маленькая сумочка, и у моей там одногруппницы тоже. И мы не знали, куда нам здесь эти листочки, очень важные документы, в итоге мы их положили в брюки нашего бренда «Баламут», и они прекрасно весь выпускной там провели, без каких-то там последствий. Поэтому это и брюки, это и асимметричный такой эксклюзивный крой. На дипломе, ну не буду скромничать, мне сказали, что это даже гениально. Поэтому надеюсь, что потребитель оценит. Это какая-то имитация, то есть это не конкретно рубашка классическая, а рубашка с имитацией того, что она закручивается вокруг своего тела. Хотя по факту это просто такая конструкция. Ассоциация со сверлом, чтобы понять. Да, ну то есть какие-то плывущие тени, вот эти вот детские страхи, это же вот ветерок, там где-то листочек качнул, тень поплыла. Динамика какая-то. Да, если покопаться, то очень много аллегорий можно найти в нашей одежде. Это и олимпийки, допустим, женские, трикотажные. Девочки любят, чтобы и талию подчеркнуть, при этом где-то и ручки закрыть и так далее. Вот, что у нас там еще? Худи. Куда без худи? Ну, худи в интересной интерпретации. Там будут ремни, люверсы, нашивка на спине в виде монстрика. То есть хочется делать что-то такое, все-таки, чтобы это было видно, что это была мута, а не просто худи очередного бренда. Ну, да, ценно, да. Детали какие-то, свой подчерк, свой подчерк, он есть 100%, что отличает как раз-таки от массового, возвращаясь к первым вопросам, от массового производителя. Мы больше деталей можем позволить себе. А есть ли вот у вас, скажем, ну, если можно так говорить, конечно, любимая вещь вот среди всех, что вы собираетесь создавать вот из первой коллекции? Для меня это брюки, потому что они сидят на мне прекрасно. Я себя чувствую неотразимо в них. У меня отлично подчеркивается и талия. Нужно было прийти в них сразу. Ой, жарко. Сегодня жарко, к сожалению. Вот. Поэтому для меня это брюки. Единственное, что мы решили их делать в цвете не розовом, как в нашей коллекции, а в черном и бежевом, потому что все подростки говорят о том, что я бы купил, но только в черном цвете, поэтому услышали их, моли бы. А бежевый, потому что это максимально унисекс, то есть хочется делать одежду, которая была бы униксекс. Вот если все пойдет хорошо, точнее не если, а когда, то, конечно, хотелось бы сделать цвета какие-то поярче, но вот мы решили даже поменять в какой-то степени свою коллекцию, переосмыслить именно для продажи. Не для конкурса или диплома, как бы это было, а для продажи. Цвета базовые, то есть. Да, да. В повседневной. Окей, а у тебя, Глеб, есть любимая своя разработка или не своя? Конкретно из того, что мы собираемся пускать в тираж, это, получается, брюки из худи. Это как цельный костюм изначально в нашей коллекции был. И вот мы его решили, опять же, поменять цвет на черный с бежевым. Ну и мне очень интересно, как оно получится уже на выходе, потому что будет другой цвет, будет другое восприятие, будет другой материал все-таки немного, более легкий, с другой фактурой. Наверное, да, это такой самый интригующий пока элемент, который вот есть. Хорошо, а задумывались ли вы уже на данный момент над тем, вот сколько вообще будет стоить бренд Баламут? Вот каждая там отдельная вещь или, не знаю, комплект? Ну вот, как ты говоришь, цельный костюм. Ну, мы анализируем рынок, что предлагают, по каким ценам. Это будет что-то среднерыночное, будем стремиться к этому, конечно же, потому что хочется сохранить какую-то демократичность, не хочется элитарности или чего-то подобного. Хочется просто, чтобы вот подросток смог это купить, молодой человек, не знаю, студент, кто угодно. То есть что-то это было доступно по ценам. Цена в диапазоне, вот как раз Бершка, Зары, то есть таких вещей. Ну, Зара, может, это уже даже слишком, но что-нибудь, да, около того. Зара на скидках. Да, Зара на скидках. Окей, а задумывались ли вы вообще, вот где собираетесь продавать, вот именно место? Это будет какой-то там определенный прям магазин, либо же интернет-штука? В целом, как это будет выглядеть? У меня в мечтах еще с детства, естественно, когда я думала, что буду дизайнером, я понимала, что я хочу крутецкий просто бутик, поэтому хотелось бы в дальнейшем, это наша мечта, какой-то арт-пространство, что-то интересное, концептуальное, ну, как будут позволять, конечно же, финансы. А на данном этапе, да, выходить планируем через интернет, соцсети, продвижение в таком ключе. Ну, раз уж об этом зашло, давайте немножко прореклаймируем вас для наших слушателей, где можно следить за брендом Баламут. В Инстаграме? Да, Баламут в Инстаграме, латинице так и пишется, balamut.nght, night, потому что у нас коллекция ночной Баламут. Легкая отсылка. Да, ну и ТикТоки мы лично там ссылочки оставляем, пытаемся каждый на свой аккаунт в своем видении что-то снимать, монтировать. Ну что ж, хорошо, я напоминаю, что на студии начинающие дизайнеры Люба Матузко и Глеб Пекарчик. Спасибо, ребята, что создаете что-то новое, не боитесь конкуренции. А запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiusfm.by. Чтобы первыми узнавать о том, кто еще придет к нам в эфир, предложить свою тему, задать вопросы нашим гостям и обсудить все услышанное, подписывайся на группу проекта «Шоу с толком» в социальной сети ВКонтакте. Меня зовут Роман Савосик, хорошего дня! Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.